Совсем немного времени осталось до итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников, которое состоится в середине февраля. Положительный результат за это собеседование – одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Необходимо, чтобы учащиеся подошли к этому событию полностью готовыми. Конечно, ребята волнуются перед таким серьезным испытанием. Учителя ведут подготовку своих учеников к итоговому собеседованию, которое будет проводиться в виде зачета, состоящего из четырех заданий. Для того, чтобы сформировать позитивное отношение к проведению собеседования, снять психологическую напряженность, создать атмосферу открытости и прозрачности, в Славянском районе была проведена краевая акция «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей». В 17-ю среднюю школу приехали родители со всего района, для того, чтобы на некоторое время поменяться местами со своими детьми и снова почувствовать себя девятиклассниками. И вот сегодня вы в роли детей поучаствуете в этом итоговом собеседовании. Мы вам все расскажем, как проходит сама процедура итогового собеседования. Для родителей девятиклассников эта акция предоставила отличные возможности для того, чтобы глубже узнать подробности проведения итогового собеседования и, пользуясь полученной информацией, оказать поддержку своим детям. Такие собеседования для родителей полезны. Они могут ощутить, что будут чувствовать дети на этом экзамене. Все эти волнения, переживания, новая обстановка. Для этого все неизведано. Я думаю, что родители должны сами прочувствовать и объяснить этим детям. Посмотреть, какие ошибки допускают сами родители. Объяснить, чтобы дети их уже могли не допустить. Детей нужно настраивать на позитив, на лучшее, на знания толковые, не из интернета, а чтобы читали книжки, учебники. Цель итогового собеседования – узнать, как учащиеся владеют русским языком, как они могут выступать с монологом и вести диалог. Практически из каждой городской районной школы у нас сегодня присутствуют родители. Родителей довольно много пожелало участвовать. Причем родители пожелали участвовать и как в роли прямо ученика. Другие решили посмотреть со стороны, как это все происходит. То есть всю процедуру, как проводится итоговое собеседование, они сегодня увидят. Родителей проинформировали, как будет проходить итоговое собеседование, постарались осветить все подробности. У него есть подготовка две минуты, после того, как он закончит готовиться, он начинает читать. После того, как он прочитает, он приступает ко второму заданию. Затем состоялось собеседование. В нем непосредственно принимала участие только часть родителей. Остальные просто наблюдали. Главное, чтобы учащийся продемонстрировал богатство речи, ее логичность, умел раскрывать тему, избегал односложных ответов. Все это поможет ему успешно пройти собеседование. Ну а родители, тоже прошедшие это испытание, смогут правильно поддержать и настроить. Андрей Вишневский, Игорь Иванчугов, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова